Тема дискуссий «Политика республики» на днях в каворкинг-центре СФФУ прошла игра студенческого клуба дебатов «Северный пантеон». Ход вторых игр оценивали приглашенные эксперты. Это сам глава Якутии Игорь Борисов, члены Кабмина и руководители ведомств. Студенты разбирали проблемные вопросы переноса населенных пунктов, подвергающихся весеннему паводку, и сохранения государственных активов. Продолжит тему Любовь Васильева. Члены клуба «Северный пантеон» постоянно практикуются в дебатах. Два раза в неделю они обсуждают самые разные темы. Основной состав – студенты первых-вторых курсов. Стабильные занятия помогли молодым людям развить грамотную речь и умение отставить свое мнение. Поэтому и последняя игра тоже выдалась спорной, яркой, достойной обсуждения. Наш дебат-клуб был создан решением профсоюзного комитета в 2013 году. Основная цель нашего клуба – это развитие компетенций наших студентов. Благодаря данному клубу ребята учатся правильно говорить, высказывать свою точку зрения, аргументировать. И, конечно же, когда они спорят, они получают новые знания и умеют ими апеллировать. Дебат-игра проводилась в британском формате. Участники разделились на две команды – правительство и оппозицию. Темы для обсуждения выбраны максимально приближенные к реальным событиям. Это «Паводок» и «Судьба госактивов республики». Наши уважаемые оппоненты просто предлагают укрупнить населенные пункты. То есть просто забросить те места, которые являются затопляемыми. И, по сути, избежать проблемы. Мы считаем, что мы в состоянии решить эту проблему. Команда правительства выступила за перенос населенных пунктов за пределы затапливаемой территории. Оппозиция возразила тем, что это не решение, а избегание ситуации. Участники второй игры с обеих сторон были сильны в высказываниях. Уверенно доказывали свою правоту. Тему игры мы не знали, и на подготовку нам было дано полторы минуты. То есть в течение этого времени мы могли использовать интернет и другие ресурсы, чтобы добыть статистику и так далее. В дебатах ты не знаешь, за какую сторону ты играть будешь. Поэтому ты учишься смотреть на проблему с разных сторон. По итогам двух игр эксперты отметили хорошие знания студентов в области социально-экономического развития республики. И то, что в качестве примера приводили наводнения в Ленске и реальные истории продаж активов акционерных компаний. Главный судья игры Егор Борисов остался доволен сильной игрой молодых людей, их напором, знаниями и умением высказывать свою точку зрения. Дискуссия, это споры, это доказательства друг другу, свою правоту, она вызывает очень большое уважение. Потому что ребята не голословно подходят, они, оказывается, знают очень много. Хотя студенты и младших курсов, первого, второго курса, и при этом владея ситуацией, пытаются друг другу убеждать, обосновать, рассчитывать и довести свое мнение. Далее студенты задали главе республики, волнующее молодое поколение якутян, вопросы и пригласили принять участие в дебатах в качестве игрока. Егор Афанасьевич с радостью согласился и предложил провести дебаты с участием молодежного и действующего правительства республики. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.